Всем привет, с вами Bossman22 и сегодня я запишу свой девятый по счёту видео урок и сегодня я вам покажу, как пользоваться программой Teamweaver. Собственно, вот как она выглядит, вот её значок. Итак, начнём. Видео урок сегодня будет довольно короткий, так как я, ну, у меня горло немного болит и долго разговаривать проблематично, так что я решил вот по этой программе записать. Итак, начнём. Собственно, я расскажу вначале, для чего служит эта программа. В этой программе есть четыре основных функции. Это VPN-соединение, то есть создание локальной сети между двумя компьютерами, передача файлов, тут объяснять, думаю, не надо, что это такое, и удалённое подключение к компьютеру, удалённое управление, можно сказать. Ну, я, в общем, далее покажу, что это. И демонстрация своего рабочего стола, либо подключение к демонстрации друга. Итак, чтобы создать VPN-соединение между двумя компьютерами, мы жмём раздел VPN и вводим сюда в поле ID партнёра, ну, собственно, ID второго компьютера, который находится в его Teamweaver. И после того, как видеть, жмём подключиться к партнёру. И вводим сюда пароль. Пароль тоже указан в его Teamweaver. И жмём вход в систему. А, ещё дополнительно можете нажать и посмотреть, ну, ещё настройки сделать. Если всё устраивает, жмём вход в систему. И всё, VPN-соединение у нас создано. И можем уже, в принципе, даже, вот как кто через хамачи создавал свои сервера Minecraft, ну, тот знает, что такое VPN-соединение. И вы можете нам другом, допустим, полану в Counter-Strike, в конце концов, на худой конец, вот, поиграть через локальную сеть или что-нибудь ещё. Так. Закрываем. Далее. Чтобы, чтобы, ну, начать передачу файлов, выбираем раздел передачи файлов и жмём подключиться к партнёру. Также вводим пароль и жмём вход в систему. И вот у нас появилось окошко с передачей файлов. Здесь вы выбираете, вот, это ваш компьютер. Вот компьютер того человека. И вы выбираете просто, какой файл вам надо передать. И перетаскиваете его сюда. Либо, вот, получаете, вот, выбрали папку, и жмём отправить. И всё, и отправляется файл. Так, далее. Вон, выпаем соединение, не закрылось у нас. Вот, закрыт соединение. Так, и далее. Удалённое управление компьютером выбираем. Вводим ID партнёра, как обычно, и жмём подключиться. Вводим пароль, как всегда. И жмём вход в систему. И вот мы, собственно, находимся на втором рабочем столе моём. Ну, то есть, это уже другой компьютер. Видим. Можем мы им полностью сейчас управлять. Правда, будет тормозить сильно. Ну, всё зависит от скорости вашего интернета. Можем здесь сделать абсолютно всё. Можем хоть перезагрузить компьютер. Правда, это приведёт к остановке соединения. Можем даже в интернет зайти. Вот. На сайты, на другие. В конце концов. Так, вот, допустим, Яндекс. Это самое простое. И он переходит спокойно туда. Так что, можете делать абсолютно всё. Так. В удалённом соединении. Не знаю, что ещё показать. В общем, рабочий стол у вас будет тут чёрным. Чтобы быстрее работало. Чтобы менее тормозило. Ну, в принципе, всё. Больше. Ну, в удалённом управлении больше ничего нету. Так, его тоже закрываем. И последнее, что я вам хочу показать. Правда, я вам это не смогу показать. Я просто объясню, как это сделать. Это, ну, показать, демонстрировать свой рабочий стол другим людям. Для этого, если вы сами хотите демонстрировать, жмём начать демонстрацию. Правда, вам надо для этого зарегистрироваться. Я ещё не регистрировался. Я просто расскажу, как это делать. Ну, просто здесь стандартная процедура регистрации идёт. Далее, далее жмёте. И всё. И так же со вторым компьютером поступаете. И потом просто его добавляете в список контактов. И всё. И вы можете к нему подключиться. Либо он к вам подключится, чтобы посмотреть вашу демонстрацию. Так. В принципе, всё по этой программе. Уже показывать мне нечего. Что я хочу сказать. Собственно, то, что история серии игр у меня пока что не выходит. Я её практически уже завершил. Вот, видите. Half-Life 2 уже часть 5. Часть 2, часть 3, часть 4 тут где-то вот находится. Это всё в записи моей. Я решил просто сразу всё записать. И потом просто кусками нарезать, чем несколько раз записывать. Потому что времени у меня на самом деле не так уж и много. После школы остаётся, чтобы всё это делать. Так. И, собственно, я думаю, на днях уже будет. В принципе, готовы полностью. Что я хочу сказать последнее. Напомню то, что за 150 подписчиков, вот 150-му я подарю игру в Steam. Как я уже говорил, у меня сейчас пока что... Вот, на данный момент, когда я снимаю, у меня 109 подписчиков. Не знаю, сколько будет, когда я выложу этот выпуск. Так. Уже что-то лишнего немного говорю. В общем, спасибо вам за просмотр. С вами был Bosson22. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки к моим видео. Отправайте их друзьям и комментируйте. Всем удачи. И пока. До новых встреч. До новых уроков.